Библейский портал экзегет.ру представляет Повествование. Итак, в первой главе мы читали про родословие, про вещество рождения Иисуса, и, собственно, про рождение мы много подробностей не узнаем. Зато во второй главе появляются какие-то очень странные персонажи, без которых вполне можно было бы обойтись. Если бы о них Матфей не рассказал, мы никогда бы не задумались, что они там нужны. Да, конечно, они сегодня стали частью общей картины, когда празднуют Рождество, они их все время вспоминают, но и без них бы все получилось, Повествование. Зачем они? Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во дне царя Ирода. Вифлеем – это родной город царя Давида, и поскольку он его наследник, то он рождается в Вифлееме. Луке для этого нужно еще объяснить, как они попали в Вифлеем, если он живет в Назарете, потом дальнейшую свою жизнь. Царь Ирод Великий умер в IV году до н.э. Это мы знаем совершенно точно. Даты жизни и смерти царей обычно хорошо известны, поэтому, кстати, традиционное летоисчисление, но не совсем от Рождества Христова, родился Иисус на несколько лет раньше, никак не позже IV года до н.э. И вот явились в Иерусалим волхвы с Востока. С какого Востока – неизвестно. На Востоке очень много стран от Палестины, собственно, практически вся Азия к Востоку. И говорят, где новорожденный царь Иудеев? Мы видели восход его звезды и пришли поклониться ему. Иногда переводят «видели звезду его на Востоке», но это звучит немножко абсурдно, потому что если бы волхвы с Востока видели звезду на Востоке и пошли за звездой, то они бы оказались где-то в Восточной Азии, не знаю, там в Китае, Вьетнаме, современных и так далее. Они оказались в Палестине, поэтому восход здесь, видимо, более точное выражение. Появилась новая звезда. В древности считалось, что мир, который над землей, он неподвижен, неизменен и вечен. Ну, он вращается, конечно, звезды вращаются, но не более того, звезды со своих мест не сходят. И поэтому появление новой звезды. Что это было? Комета, вспышка сверхновая иногда говорят. Ну, какое-то астрономическое явление. Вот не было там звезды и появилась причем. Крупная, большая. Об этом спорят. Мы не знаем, что это было. Но самое интересное. Вот, допустим, мы сегодня увидим некоторую звезду новую, какую-нибудь на небосклоне. Не мы, а астрономы. Мы-то с вами не замечаем этого. Астрономы это увидят. И что, они пойдут в какую-то страну поклоняться новорожденному царю? Какая связь? Очевидно же, никакой. То есть они проинтерпретировали эту звезду как весть о рождении царя. Причем они знали заранее, где он родится. Или это звезда им подсказала? Дальше будет странно, что они шли за этой звездой, но звезда на небе, она не очень-то позволяет людям находить на земле нужное поселение, улицу, дом. Она не спускается для того, чтобы перед людьми прямо идти. И Матфей ничего этого нам не объясняет. То есть он мог бы сказать, вот у этих волхвов было древнее предание о том, что однажды в Иудее родится великий царь, и когда вы увидите новую звезду, знаете, что это совершилось, все бы было объяснено. Или, допустим, волхвы занимались астрологией, они знали, что появление нового светила в такой-то день, такого-то месяца, в таком-то квадрате небосвода обозначает рождение царя, причем царя именно в Иудее, потому что этот квадрат был связан с Иудеей, а не там, скажем, я не знаю, с Илламом или Грецией или чем-нибудь еще. Ничего этого нет. Вот пришли какие-то волхвы, откуда, что, как. Причем они кто? Они язычники, наверное, потому что не сказано, чтобы они были иудеями, верили в единого Бога. Мне даже, кажется, не очень понимают, кто родился. Потом они какие-то странные, наивные люди. Они приходят в страну, где довольно жестокий тиран, а царь Иродвеликий был очень жестоким тираном, и говорят, вот мы пришли поклониться новому царю. Представьте себе, что в каком-нибудь 50-м году в Москву приходят люди и собираются поклониться новому правителю России, а там Сталин правит, он вообще всех убьет по дороге, да? Что Ирод, кстати, и сделает. Почему они такие наивные? Зачем они так нерасчетливо делают? Давайте почитаем еще немножко, а потом я постараюсь предложить свою версию. Слова эти привели в смятение царя Ирода еще бы. У него же, наверное, свои планы на царский престол. Он явно не собирается умирать, а если умирать, то кому-то передаст свою власть. Кстати, он был крайне жестоким и постарался убить как можно больше претендентов, включая своих детей двоих. А вместе с ним и весь Иерусалим. Еще бы такой он сейчас начнется с этим Иродом. Собрав всех первосвященников, всех книжников, какие были в народе, царь стал спрашивать у них, где должен родиться Христос. А он все понимает иначе. То есть, смотрите, он уже понимает, что Христос, Мессия, долгожданный царь Израиля, тот, кто его, вероятно, сменит на престоле. Они отвечали в Иудее, в Вифлееме, как и написано у пророка. И дальше у нас, конечно, цитата из пророка Михея. «И ты, Вифлеем, в краю иудейском, не меньше ты прочих округов иудейских, ведь из тебя придет предводитель, будет он пасти народ, мой Израиль». А для Ио Ирода – это спецоперация. То есть, важно понять, где этот младенец появился, чтобы немедленно избавиться от конкурента. Вот смотрите, мы не знаем, как волхвы все это рассчитали. Астрологи, язычники в современном мире их бы назвали колдунами, да? А ведь угадали. А вполне себе верующего единого Бога, ну, как верующий, да, ни в чем себя не стесняющий при этом, царь Ирод не знает. Ему подсказывают книжники по Писанию. То есть, вот было такое прекрасное изречение, Ломоносов его говорил, я не уверен, что он был первым, кто это сказал, что Бог нам дал две книги – «Природу и Библию». И в результате волхвы читают по природе, Ирод по Библии, и то не сам, а с помощью своих книжников. Но важно не то, где ты это прочитал, а важно, как ты эту весть применил к себе, что ты сделал. Спецоперации развиваются. Тогда Ирод тайно пригласил к себе волхвов и узнал от них точное время, когда появилась звезда. Он отправил их в Ифрием со словами. «Ступайте, разузнайте все про младенца, а как найдете его, сообщите мне, чтобы и я сходил поклониться ему». Какие наивные волхвы, совсем не разбираются в характере Ирода, потому что, ну, это действительно персонаж, от которого не ждешь никакого такого смиренного согласия, да? А может быть, они просто не про это. Вот у них есть одна цель, и они просто не обращают внимания, надеясь, что все как-нибудь образуется. А оно и образуется. «Они выслушали царя и отправились в путь, а звезда, восход которой они наблюдали, двигалась впереди них». Значит, скорее всего, это же комета, чем сверхновая. «Пока не остановилась как раз там, где был младенец». Как это происходило? Вот явно Матфей пересказывает вещи, которые сам не очень хорошо представляет. «Двигалась земля по небосводу и, допустим, корректировала их путь». Вот они из Иерусалима вышли и шли все время на эту звезду, и в какой-то момент, значит, остановилась. Не знаю. Вот получается, что Матфей тоже не очень хорошо это знал, и, по крайней мере, не решил нужным нам описать. Но ведь, опять-таки, это не очень важно. Оказывается, что даже расположение звезд, оно может открывать некие истины, и потом, конечно, это порождает очень богатую гимнографию, где звезды сравниваются с солнцем, с восходом, который происходит при рождении Иисуса. «И велика была их радость, когда они заметили эту звезду. Они вошли в дом, прям конкретный домом звезда указала. Как? Непонятно. И увидели младенца вместе с его матерью Марией. Тогда они поклонились ему до земли и раскрыли ларцы с принесенными для него дарами. Там были золото, ладан и смирно. Понятно, что это дорогие вещи, причем восточные или даже юго-восточные. Это что-то из Аравии, Африки, благовонные смолы. Зачем младенцу золото, ладан и смирно? Ладно, золото родителям пригодится. Это ценный товар. Ну, ладан и смирно, наверное, тоже, чтобы продать и купить то, что нужно. Может быть, сразу надо было бы принести то, что нужно младенцу, а не вот эти вот дорогие вещи. Но говорят, что это что-то такое символическое, что золото, как царю, ладан, как богу, смирно. То, что используется при погребении человека, что это уже некоторые указания на его грядущую смерть. Но это абсолютно не раскрыто. И вот появляются очень странные персонажи, которые делают странные вещи, и тем не менее они говорятся так подробно. И мне кажется, что вот с самого начала эта история про то, что, смотрите, вот есть наши древние израильские пророчества, которые раскрывают что-то самое важное. Но мы, израильтяне, можем о них забыть, можем не раскрыть их смысл, можем использовать эти пророчества для своих спецопераций, как царь Ирод. А вот есть еще огромный мир, который тоже ждет этого младенца, но как-то совершенно по-своему. И мы не понимаем, откуда они берутся. Мы не знаем даже, как их зовут. Им традиция даст потом имена Каспар, Бальтазар, Мельхиор, но в Евангелии этих имен нет. Мы не знаем, чего они хотят, зачем они пришли, чего они ожидают. Но весь мир тоже, оказывается, ожидает рождения этого младенца и какими-то своими путями о нем узнает. И приходит к нему совершенно по-своему. Давайте, дорогие израильтяне, не будем думать, что это только наш такой исключительный младенец, который вот только наш. Мы вообще его чуть не убили, между прочим, с самого начала. Позволили Ироду это сделать. А вот волхвы оказались прозорливее. Когда они ушли, ангел Господень явился Иосифу во сне опять второй раз с такими словами. «Вставай, бери младенца с матерью, беги в Египет. Оставайся там, пока я не скажу, ведь Ирод станет разыскивать младенца, чтобы его погубить». Один раз ангел сказал Иосифу то, во что очень трудно поверить. Второй раз он говорит, в общем, то, что тоже довольно трудно принять. «Все бросай и беги в Египет». Египет, конечно, не очень далеко, но не самая дружелюбная страна. «Тот встал, взял младенца с матерью, прямо ночью отправился в Египет, там оставался до кончины Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка. Из Египта призвал я сына своего». Это цитата из пророка Оси, и звучит как что-то совершенно притянутое за уши, если взглянуть на это вот так чисто внешне. Мало ли что было в Египте, это большая действительно и соседняя страна, он постоянно появляется в библейских текстах. Неужели же Иисус, Сын Божий, лишь потому что он потом из Египта возвращается в Святую Землю? Конечно же, нет. Но, смотрите, это ситуация перевернутого исхода. Израильтяне в свое время выходят из Египта, чтобы спастись, чтобы стать единым народом. И тут оказывается, что как раз младенец, который должен быть царем Израиля, исходит из Египта, чтобы спасти, исходит из Святой Земли, чтобы спастись, и именно в Египте находит это спасение. До какой степени бывают перемешаны эти роли? В Евангелии от Луки мы будем читать в связи с Рождеством очень много таких поэтических текстов, нападения, восстания многих в Израиле, и так далее, и тому подобное. Но Матфей другим языком рассказывает примерно то же самое, что вот меняется вся эта иерархия событий, людей, текстов. И расчел, что волхвы над ним посмеялись и пришли в ярость. Он отправил воинов с приказом перебить в Пифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. По рассказу волхвов, он определил время его рождения. Так исполнилось то, что было предсказано через пророку Иеремию. «Голос в Раме раздается, плача, горькое рыдание, оплакивает Рахиль своих детей, утешится, не хочет, ведь их больше нет». Рама — это город, такое название носило много городов, но точно не Вифлеем. Пророчество про Раму, а действия происходят в Вифлееме. Но смотрите, Иеремия описывает разорение, которое приходит на землю Израиля, на Иерусалим его окрестностей от внешних врагов. А здесь, получается, сам царь Ирод разоряет свою собственную землю. Разоряет только для того, чтобы не допустить рождения нового царя. Вот почему это пророчество здесь упомянуто. Конечно, про Вифлеем есть пророчество, и оно только что было, но опять-таки Матфей нам говорит, смотрите, не привязывайтесь к внешним деталям, смотрите на суть событий. И, кстати, когда говорят, что Ветхий Завет к христианам не имеет никакого отношения, это какие-то там древние мифы, которые совершенно не нужно читать, почему же тогда Матфеев все время на них ссылается? Причем ссылается не просто, чтобы сказать, да, вот когда-то что-то давно сказали, вот сейчас оно исполнилось, и хорошо. Совершенно нет. Он раскрывает смысл этих событий, опираясь на тексты из Ветхого Завета. Как можно тогда это выбрасывать? Тогда просто, ну, родился какой-то младенчик, ну, замечательно, здорово. И что? И зачем он родился? И как это связано с прощением грехов людей, связано с возможностью встречи с Богом? Да никак. Просто вот чудесный, замечательный, маленький мальчик. И все. То есть, собственно, только Ветхий Завет дает то основание, на котором евангельский текст каким-то образом может утвердиться. А когда Ирод умер, как бы интересно было узнать про подробности его царствования, неважно, мы говорим только о значительном, поэтому про сны Иосифа говорится про трех этих самых волхвов, да, а про царя Ирода, лишь в той мере, в которой он поучаствовал в этой истории. Вот истинный масштаб событий. «Когда Ирод умер, ангел Господень явился Иосифу во сне, там в Египте со словами «Вставай, бери младенца с матерью и отправляйся в Израильскую землю». Умерли те, кто желал смерти младенца. Вот третий раз ангел определяет Иосифу, как ему жить, принимает какие-то судьбоносные решения. Тот встал, взял младенца с матерью и пошел в Израильскую землю. И кажется, уже никаких сомнений, ничего этого нету. Просто берет и делает. Удивительно. Но это не означает какой-то полной пассивности. Когда он услышал, что в Иудее вместо Ирода правит его сын Архилай, а царство Ирода было поделено между наследниками, Архилай, очевидно, был таким наиболее иродоподобным. Собственно, и он носил имя Ирод Архилай, это, собственно, его было второе имя. Побоялся идти туда. Он отправился в область Галилеи. Вот объяснение, почему все дальнейшие события происходят в Галилее вокруг нее. И, соответственно, там был другой правитель Ирод Антипа, но тоже не очень хороший человек из той же самой династии. И там поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось, что было предсказано через пророков. Его будут называть Назореем. А вот это уже совсем странная вещь. В книге Исаии, 11 глава, 1 стих, есть слово «нецер», которое обозначает ветвь. Это слово «нецер», оно обозначает законного наследника. Можно сказать, да, мессию Христа, того, кто будет править на престоле царя Давида. Название города Назарет на Царет немножко другое. Ну и, наконец, слово «назир» обозначает человека, давшего Богу определенный обет. И вот все эти слова, три слова здесь соединены. То есть что? Чисто внешнее сходство. Вот берутся три слова, которые похожи, и получается, что они все взаимозаменяемы. Он в городе Назарет, а при этом он в ветвь, и он еще и Назарей, то есть тот, кто определенный обет приносит Богу, ему посвящен. Любой иудей, который читает этот текст, может легко сказать, слушайте, но все же перепутано. И Матфей вряд ли в этом не разбирается. Вряд ли он делает такую ошибку просто по неграмотности, потому что он не знает, чем эти слова похожи. Нет, смотрите, он говорит, по сути дела, то, что эти слова похожи, это очень существенно. Да, это сходство, да, это не прямое совпадение, это может быть некоторый намек на те вещи, которые происходят. Для того, чтобы раскрывать смысл пророчества, нужно смотреть на их внутреннее совпадение, а не на совпадение внешних форм. И, безусловно, ветвь, отрасль от такой красивый образ, да, из книги Исаии, 11 глава, отрасль от корня Давидова, которое потом процветет. Вот это то, что произошло по внешнему облику. Название города Назарет похоже по звучанию на название этой самой ветви. А посвящение Богу, то, что мы называем словом Назарей, похоже по сути того служения, которое Иисус в будущем будет исполнять. То есть, это не просто хороший мальчик какой-то, замечательный, с особыми способностями, это тот, кто в каком-то особом смысле посвящен Богу. И для того, чтобы это разглядеть, нам нужны пророчества, говорит Матфей, но эти пророчества, это всего лишь подсказки, это дорожные знаки, это не самая суть вещей. Надо вглядываться достаточно зорко, наверное, так как волхвы вглядывались в явление звезды, как они поняли, что это знак о рождении именно там, в Вифлееме, и рождении иудейского царя, а не кого-нибудь еще, мало ли замечательных людей рождается на свете. Мы не знаем. Но вот у них, у волхвов этих самых, каких персидских, вавилонских, неизвестно каких, у них есть свои астрологии, а у нас есть священное писание, но его тоже не так-то просто интерпретировать. Вот, например, вам царь Ирод, там было все ясно сказано, что в Вифлееме, он не догадался. А мы можем даже подумать о том, что Назарей, Назарет и Ветвь, это по сути одно, это по сути вот три подхода к одному и тому же явлению, к одной и той же личности. Надо только погрузиться в этот текст, надо только с ним вступить в определенный диалог.